Всем привет и доброе утро! Утро у нас сегодня реально доброе, у Кати нет температуры. Отпоили ее чаем с малиной, может быть и противовирусные помогают. Мы утро начали с пляжа. Это что, Алисонька? Это замок. Замок? Это маленькая замка. Понятно, вы тут целую ямку выкопали. А теперь что, будешь переворачивать? Мама, просто высыпала обратно. Море все последние дни вот такое. Оно непрозрачное, с волнами, с пеной. И так каждый день. Привет! Привет, Макарси! Тетя Люда и Стани уже складывают вещи, все попереносят сегодня к нам. Им надо до 12 освободить эту комнатку. А у них автобус аж поздно вечером, так что они будут до вечера у нас. Но я все равно забыла их сейчас покупаться. Да, сейчас пойдем еще скупнемся. Мне кажется, что холоднее. Да. Но все равно хорошее. Потому что потом, вот вы сейчас вещи доскладываете до 12 дня, а потом будет солнце так палить, что вы уже не выйдете на воду. Помочь вам, может, что-то поскладывать? Нет, может, если ты положишь, что мы потом не найдем. Ну да. Мы сами знаем, что мы положили. Субтитры делал DimaTorzok Макарчик, возьми его за ручку. Возьми Макарчика за ручку. Давай, я подержу палочку. Возьми за ручку Макарчика. Иди, обними его. Мы тут пытаемся контактировать. Он же такой же. Мне этот джилет сейчас нужен? Не, не нужен. Купаться? Купаться? Где твоя уже делась заколка? Уже нет заколки? Мама. А? Мама, я сейчас. Алиса подняла, взяла свой круг. Все мощь таятельная. Мама. Куда теперь? Я хочу, чтобы мама. А, ты кепку оставить. Ты будешь купаться без кепки, да? Буду купаться без кепки. Ну, хорошо. Хорошо. Поддуть надо, да. Не, смотрите, и в бассейн направилась. Ага. Не, Алисочка, мы же в море идем все вместе. Идем к нам. Поддуем, дети, люди, кружок. Тут вчера вечером зелени столько было. Ага, и сейчас тоже есть. Мы грибали, мы бедрами носили. Ааа. Аааа. Слышь, закон ходности не сработал. Вода холодная и что? Да. Это холодная и что? Ну, мы вчера с Веной такие, ну, как обычно, в последний день вода будет идеальная, теплая, не будет полн, будет что-то, не будет медуз. Не, не сработал. Потому что мы вчера так просто судьба. Обычно, когда в последний день уезжаешь, вода идеальна. Макарчику море нравится, он улыбается. Да, он улыбается. Как балерина. Ох, тут нам мыло, Таня. Тут так сложно спускаться. Будете спускаться осторожно. Нет, я говорю, мама как болеет. Да. Ага, такой путь. Да. Не, ничего, к воде привыкается. Там, кстати, напротив лестницы такой огромный камень подверг. Лучше там не хотели. Я вчера, к нему очень сильно плакал. Ага. Долго не будем. Мы еще можем после обеда покупаться. Перенесем вещи. И после обеда мы еще все средние часики. Ничего, закаливание. Ну да. Часика три мы можем тоже все смешать. Макару же знает, сразу повернулся. Не заходи так без меня, не холодно. Не спеши, пожалуйста. Ну ничего, она все равно не такая, она не сводит ноги. Бывает такая холодная, что ноги сводит. Ага. Да, сейчас не лежал, потому что я не понимала, потому что она такая... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тут долго-мелко. Ну ты знаешь, немножко поплавать. Я еще не привыкла к воде. Ну да, ему бы поплавать. Ну он не будет плавать, ему вот так нормально. Он боится. После этого падения. О, Макар уже почти лежит в воде. Да. Я сейчас так наплавалась с тетей Людой хорошо. В последнее время у меня ощущение, что жить не могу без моря. Как ихтиандр какой-то. Я не могу вылезти. Я начинаю купаться и хочется еще и еще. И какое-то закаливание происходит, потому что выходишь, даже когда ветер, уже не холодно. И кто меня тут встречает? А? Маха. Ваше величество, Маха. Что, ты меня искала, да? Проша. Проша хороший. Проша. Да, да, ездишь прямо. Прямо ездишь. Все, когда я выезжаю. Проша. Давай у вас на этой. Давай, подчеркнем. Все, давай, до встречи тогда. Проша, хороший. Хороший. Все, я ему повымывала здесь. Насколько смогла вот эту жердочку. Еще чуть-чуть не домыла. Вот там сейчас еще буду дотирать. И веточку я ему сорвала. Он все равно норовит грызть потолок. Да, Проша? Не надо грызть, Проша. Я не знаю, как потом это чинить буду. Проша. Блин, тебя хоть не выпускай вообще больше. Проша. Нельзя портить имущество. Мы не у себя еще дома. Мне кажется, ты ему в короткие команды давать просто нельзя. А то ты начинаешь объяснять, не грызи потолок. Да. Все, оно ему непонятно. Ну да. Нельзя там, не грызи. Не факт, что он нельзя будет понимать. Да, будет понимать. Просто отвлекать его буду, чтобы занимался листочками. У Кати сегодня целый день температуры 36,6. Но при этом она жаловалась, что ей немного тяжело дышать. Поэтому я все равно переживаю. Дала ей таблетку от аллергии и жду, что она скажет, поможет или нет. Будет ли после нее хорошо дышать. Мы просто наслушались про коронавирус, что бывает такое, что падает температура, а потом начинается воспаление легких. Проша. Мы, наверное, такие в понедельник. Проша. Проша. Только отошла, ты понимаешь? Проша, нельзя. Нельзя так делать. А давай вообще полетаем. А, Прохор? Лизка уже, кстати, рассказывает Федорина горе. Да, она вчера уже поет. И еще вот это поет. Ах вы, бедные мои, там, как там, чашки, чайники. Я бы не помню. Нашла эту, как в книжке, картинку, где курица. И говорит, курица куда-то. А, с курицей она вообще помнит хорошо, да. Вот там все, что про курицу, она помнит. Куда? Я сейчас думаю, может, уже пойти покупаться. Да, надо пойти покупаться, я тоже хочу. Я только пойду, наверх, там, вещи взять. Угу. Вот это все ваши вещи, да? Ну, это все, что, типа, с собой, да? Угу. Смотри, как идет. Проша, нельзя. Проша, не буду выпускать. Нельзя этого делать. Нельзя так делать. Спускайся, спускайся. Иди, иди. Спускайся. Танюша, у вас во сколько автобус? Так поздно, часов 10 вечера. Ну, то есть, вы, тетя Оля, еще увидеть успеете. Да, мы будем выезжать, это после 8 уже надо выезжать. Угу. Проша, Проша, давай потюхаю. Проша, хороший. Давай голову. Проша, хороший. Проша. Интересно, какой у него радиозритель? Хороший. Проша, хороший. Ну, Прошка. Тебе бы только пальцы кусать. Может, так лучше не надо, а то вдруг он, наоборот, будет потом кидаться. Проша летает. Сел мне прям на ногу. Я испугалась. Мы не знаем, как его в клетку заманить. Домой. Сейчас они его посадят в дом. Нет, Анюха, так он домой не пойдет. Домой. А на руку ты сядешь? Смотри, укусит. Да я смотрю. А я вот его не могу принудительно в клетку посадить. Мне только ждать, пока сам залетит. Иди сюда. Так он и пошел. Он не хочет вылетать. Угу. Проша. У него свой характер. И все, он в тот уголок лезет, чтобы там погрызть чужое имущество. И он уже, кстати, погрыз уголок. Мне уже придется за это платить. Прошенька, пойдем в клеточку, зайка. Прошечка. Ты мой сладенький. Пойдем. Я взяла ветку, чтобы закрывать потолок. Чтобы он грыз ветку, а не потолок. На, грызь веточку давай. Да, лобку поднимает. Хочет сесть. А ну-ка. Садись на веточку. Садись, мой хорошенький, садись. Все, получилось. Я его с ветки усадила. Сейчас я карабинчиком закрыла. Макар испугался. Держи карабинчик. Проша, Проша. Я тебя выпустила, как человека. А ты имущество портишь. Сунула Проша зелень внутрь. Раз он не хотел ее щипать снаружи, то может хотя бы сидя в клетке займется этими веточками, листочками. Да, Прошка. Да, полетал, устал. Отдыхай. Мама, а то я посмотрю. Ложись на папу, и тебя будет с папой видно. Вот так Алиса слушает, когда папа и книжки читает. Лежа верхом на папе. Видишь? Вот там ты. Удобно на папке? Мама, я посмотрю. Всем пока. Пока. Так. Субтитры сделал DimaTorzok